После того, как ты говоришь, знаете, вот такой вот ананас, а вот... Всё! Я не сделал так! Сука, твоя реакция! Это твоя реакция! Ты меня позорить будешь? Не выходить! Не выходить ко мне! Не выходить ко мне! Итак, Дима, ты на девушке какое блюдо с чем осыпаешь? Это, конечно же, Вика. И блюдо такое, вы знаете, наверное, наши мамы-рукодельницы на Новый год любят экспериментировать с салатиками. Вот такой есть прикольный, я бы сказал, салат такой, ананас. Начинаешь пробовать вроде бы ананас, а там и не ананас, и что-то ещё, и потом орехом, что-то... Короче, очень занято, я даже до сих пор не разобрался, из чего он сделан, вот этот салат. Салат на горло, да, в салат! Но, честно, вот очень похоже. Похоже. Будешь выходить, и он у нас решил, что он будет выделываться с салатиками. Она нас сам хочет, вот так, вот так. Ага. Да? Так выделаемся или целуемся, идём к парам? Чё за фигня? Понятно, выделаемся, разберётесь позже. Это ты считаешь нормой? А это ты считаешь нормой? Морм! У меня есть папа и мама, которые смотрят, у меня есть дядя, которые смотрят, и они говорят, уходи, ты, твое слово, уходи от этого чёрта, который стеблётся над тобой. Тихо и снег в него! Ты просто меня унижаешь, Артём! Аккуратируй, пожалуйста. Тебе навязывают чужие мнения постоянно подписчики и всё твое окружение. Я тебе говорю про свои близкие, которые мне пишут. Не надо мне, кто ты такой, чтобы меня унижала постоянно? Кто ты такой? Я тебе не знаю, я плен. Когда ты фаргуешь девушку с рыбой, это унижение. Рыба воняет, ты не понимаешь? Она не пахнет! Она не пахнет! Я тебе ещё раз говорю, когда ты женщину сравниваешь с рыбой, это уже унижение, Артём! Это уже унижение! И перед тем, как ты вышел, я тебе говорю, пожалуйста, без тупых шуток! Я говорила это! Я говорила это! Я ничего не слышал, что ты говоришь. Я ухоронясь вчера говорит, я бы поехала, пока ты не знал, бы всё сдала, и если бы быть плохие, я бы нашла вариант, как слиться, ничего тебе не говорят. Ты не слиться, ты понимаешь? Расслабную тебе сказал, Лёха! Даниэль, ты понимаешь, для неё это страшно! Она спасает тебя так, она поменяет мнение, говорит, что у меня, не надо меня от чего-то спасать. Так я сейчас сказал, может быть, это выбор Даниэля будет с тобой. Никто не выбирает, блин, такого человека. Да почему? Да почему-то не выбирает, что никто не выбирает, когда я тебе 10 раз уже сказал, что это не так. Потому что любого человека, если бы раз 22, ты такой выбор не выбираешь. Я сейчас что здесь делаю, если я выбираю, если мне это не надо? Пока на проекте классно всё, то есть я живу в детальщинных условиях, офигенно. Ты ещё раз говорил, давай готоваться к уходу, там будем смотреть, ты на ничего ответила. Пошли мне, только я тебе ничего не обещаю, ничего не гарантирую. Если результаты я узнаю там хреново, я тебе также скажу, что это будет дурочка. Значит, это не любовь, я правильно говорю. Ну, значит, не любовь. Значит, это просто после того, как подойдёт. Нет, сейчас надо отдыхать. Пожалуйста, Надя, ты не будь категоричной такой. А что мне надо ему сказать? Блин, я хочу одна туда поехать, отряда. Да не, одной туда поехать, пожалуйста. Да у меня никакого вопроса. На чём он не обучивается всё равно? Просто ездит, наверное, у меня нет к этому вопросов. Да, мне просто надо. Вопросы к тому, что, как говорят, я тебя люблю, найду тебя замену, если ты не подходишь. Ну, хорошо, значит, не люблю просто точку поставить на всё и нахрен. Нет, Надя, нигде. Просто анализы, блять. Здесь мне больше всего вообще ничего не надо. Ну, вот, я о том и говорю. Ну, вот всё, бля, реально. Блин, просто анализы перешли, не на это разбегаемся.